К нашему эфиру присоединяется Иван Сергеевич Фёдоров, городской голова Мелитополя. Иван Сергеевич, здравствуйте, рады вас видеть. Иван Сергеевич, приветствуем. Взаимно, добро утро. Увидели мы сейчас сюжет за несколько минут до вашего включения. Конечно, да, такой показательный на самом деле. Хочу оттолкнуться вот от чего. На самом деле есть факты того, что оккупанты вербуют свои ряды жителей Мелитополя для того, чтобы они пополняли лавы тех самых вагнеровцев. Действительно ли это так? Вагнеровцев, не только вагнеровцев, мы говорим о том, что это четвертая итерация их вербования в вражеские войска. Первая была, если помните, примерно год назад, когда они организовали правопорядок на улицах оккупированного города. И тогда они формировали казачество. Казачество это они формировали на базе церквей Московского патриархата. И это была первая такая их условный добровольческий батальон. После этого появился добровольческий батальон, действительно, Судоплатова, в который добровольно никто не вступил. И им пришлось привозить туда наемников с Сербии для того, чтобы пытаться организовать данную какую-то охрану правопорядка. Но тоже ничего не вышло, потому что добровольно никто не собирается идти служить против своей страны. Третье, это было буквально полторы недели назад, они начали формировать народное ополчение, для чего, очевидно, разгоняют панику по поводу того, что вооруженные силы Украины собираются делать контрнаступление. Но они не могут заложиться на один простой, но очень важный фактор. О том, что наши жители ждут контрнаступления вооруженных сил Украины для того, чтобы наконец-то жить в демократическом, проукраинском городе Мелитополе. Поэтому с ополчением у них также провал, поэтому теперь они решили за деньги покупать наших жителей. И на прошлые выходные в чатах города Мелитополя массово разгоняется информация о том, что набирают Вагнер для защиты или освобождения, как они там называют, Артемовского, нашего Бахмута, и готовы за это платить 250 тысяч рублей. Уверен, что ни один житель города Мелитополя не пошел на эти условия, ни один житель города Мелитополя не согласился сотрудничать с врагом, и ни один житель города Мелитополя не записался в Вагнер. Но факт остается фактом. И сегодня мы можем говорить о том, что по данным сигналам мы видим, что огромное количество российских военных уехало в черных пакетах, сумасшедшие потери они несут, а наши героические вооруженные силы Украины точно и на город Мелитополь, и на другие территории временно оккупированной Запорожской области имеют совершенно другие планы, нежели враг рассказывает в своей пропаганде. Иван Сергеевич, скажите, пожалуйста, у оккупантов какие рычаги влияния, рычаги давления остаются на местное украинское население в Мелитополе? Ну, первое, самое главное, сегодня никто не может дать гарантии безопасности на временно оккупированных территориях. Сегодня, по версии жителей наших, которые живут во временной оккупации, после пяти или шести вечера на улицах тут сложно встретить людей, по одной простой причине все прячутся у себя дома. Но сегодня для врагов будет настоящий сюрприз. Сегодня, как и год назад, наши жители временно оккупированного Мелитополя собираются выходить на митинг. Сегодня тему жителей озвучили другую. Это не выплата заработной платы. То есть наши коммунальщики, которые работают на коммунальных предприятиях, которые обеспечивают водоснабжение, электроснабжение, они не получают с декабря заработную плату. В оккупанты их просто бросили на выживание. Конечно, есть среди них часть коллаборантов, которые пошли на какие-то повышения должностей и так далее. За них мне точно не жаль, что они сидят без заработной платы. Но факт остается фактом. Сегодня пытается враг держать наших людей в нищете. Не платить им заработную плату даже за ту работу, которая проделана, и уже почти три месяца остались без зарплаты. Но сегодня митинг. Сегодня во всех чатах жители между собой обмениваются, собираются выходить на митинг. Я хочу показать пример сопротивления и свободы выбора наших жителей. Прошел год полной оккупации. Город полностью окружен, контролируется внешне, внутренне. Российских военных больше, чем жителей, которые остались во временной оккупации. Даже после этого наши жители готовы выходить на улицы, отстаивать свои интересы. Не то, что стадо, которое сегодня есть в России, которое могут только сбежать из своей страны, а не отстаивать интересы. Скажите, пожалуйста, Иван Сергеевич, если говорить о людях прежде всего, потому что это страшная кровопролитная война, на самом деле все мы знаем, что она несет мирному населению. Так вот, если поговорить о пленных, насколько я знаю, есть информация о том, что оккупанты удерживали пленных украинцев возле временно оккупированной Васильевки. И читал новость такую страшную, что есть факты того, что оккупанты перевозят людей из Васильевки, как в сам город Мелитополь, так и во временно оккупированный Крым. Так ли это на самом деле? И что можете сказать относительно людей, которые находятся в плену из органов местного самоуправления Запорожской области? Давайте в цифрах сначала разберемся. Сегодня только по тем данным, которые есть в официальном реестре, в плену находятся более 500 жителей временно оккупированной Мелитополи и Мелитопольщины. Когда я говорю, что находятся в реестре, это означает то, что их родные, близкие, родственники, друзья сообщили о том, что их забрали в плен, и сегодня с ними нет связи. Эти жители 500 находятся абсолютно в разных местах. Шесть из них сегодня, по нашей информации, находятся в Лефортово СИЗО. Часть из них находится во Благовостоке в тюрьме. Многие находятся в временно оккупированном Крыму и, к сожалению, регулярно возятся в суд для фейковых обвинений и для фейкового осуждения. Часть из них большая, часть из них основная, если хотите. Сегодня находятся на временно оккупированной части Запорожской области, в подвалах, городделах, военкоматах, там, где есть хотя бы какие-то камеры, какая-то тюрьма, либо просто какие-то гаражи, где удерживаются наши жители. Огромное количество жителей, это сотни, находилось в временно оккупированной Васильевке и поблизости ее, потому что наших жителей там использовали как рабов, заставали для рыть окопы. А большая часть этих жителей, это те, которых враг фейково депортировал, выводил на последний блогпост, снимал видео, после этого обратно забирал в окоп и заставлял рыть в траншеи и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, к сожалению, динамика, она ужасна, потому что за каждой данной цифрой, о которой мы говорим, порядка 500 стоит человеческая судьба и человеческая жизнь. Что касается органов местного самоуправления, к сожалению, есть мои коллеги, мэры городов, мэр Каменко-Днепровки, который уже год, наверное, или близится к году, или год, уже находится в плену. И, к сожалению, известий о нем все меньше и меньше. Сегодня находятся депутаты, сегодня находятся заместители мэров, точно так же в плену. И это десятки людей, которые активисты, которые защищали интересы своих горожан, которые их избирали, и на сегодняшний день они находятся без защиты, на сегодняшний день они находятся в опасности, в плену у врага. Поэтому наша основная задача, когда мы помогаем вооруженным силам Украины, когда мы говорим о освобождении наших территорий, в первую очередь говорить о освобождении наших жителей. И это и есть основная задача. Да, те, кто сейчас находится на временно оккупированных территориях и продолжают оставаться истинным украинцем, это еще один пример героизма, который проявляют украинцы и в Мелитополе, и в других временно оккупированных городах и населенных пунктах. А если возвращаться к теме коллаборантов, скажите, пожалуйста, вот после таких событий, как, например, с коллаборантом Ткачом и же с ним, их количество или количество желающих вступать в коллаборацию с врагом уменьшилось? Спасибо за вопрос. Я думаю, что тут тоже нужно смотреть комплексно. Не Ткачом единым, так сказать, да, у которого короткое замыкание в машине случилось, и он покинул оккупационную власть. Есть череда событий. Первое – Ткач, и похожие ситуации, как случились с Ткачом, они такие же случались и в Бердянске, и в Херсоне, и тогда еще оккупированном. То есть это череда событий. Соответственно, это сигнал о том, что точно никто не останется безнаказанным. Точно. Либо в тюрьму сядут, либо короткое замыкание в машине случится. Но точно безнаказанным их предательство не останется. Это первое. Второе. Как я уже вначале сказал, это не выплата заработной платы. Соответственно, они видят, что враг их обманывает. И те золотые горы, которые рисовались изначально, точно не выполняются. Третье. В Васильевке вот уже четвертый день идет разговор о эвакуации. Эвакуации непосредственно коллаборантов, которым будут за два часа до отступления войск России, будут их садить в автобусы и вывозить. И сегодня прорабатывается план эвакуации. Со вчерашнего дня идет разговор о эвакуации с Малочанской. Соответственно, все данные факторы оценивают коллаборанты, оценивают оккупанты. И, конечно же, сегодня в их рядах паника. Они не понимают, что происходит. С одной стороны, Россия в своей пропаганде рассказывает о каком-то сухопутном коридоре, который будут удерживать, который точно не отдадут, а второй армии мира. А с другой стороны, есть факты. Есть ткач, есть эвакуация, есть невыплата заработной платы. И, к сожалению, для врага уже реальным делам начинают реальным поступкам верить больше, нежели пропаганде. Поэтому паника среди коллаборантов нарастает. Да, это очень показательный и очень важный и оптимистический момент. Действительно, Иван Сергеевич, очень вам благодарны за беседу. Было очень, как всегда, информативно. С нами был Иван Федоров, городской глава Мелитополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова